Приветствую вас уважаемые посетители блога shovel1.ru Также канала на ютубе В этом видео мы с вами разберемся как выбрать лучший хостинг Лучший это конечно же сказано условно Потому что в сети очень много хороших хостингов на самом деле Я расскажу о тех которыми сам пользовался или пользуюсь на данный момент И расскажу как вам выбрать его Сразу хочу сказать если вы уже продвинутый вебмастер У вас уже есть свои сайты В принципе я думаю вы здесь ничего нового не узнаете Вы можете смело закрыть это видео А если же вы новичок И как раз только сейчас пытаетесь разобраться с этим вопросом Какой хостинг выбрать Их так много Они очень разные И хочется знать по каким критериям выбирать И как узнать что-то о хостинге Если же вы такой человек То это видео я думаю будет вам полезным Потому что года 4 назад я сам в этом только начал разбираться И мне было достаточно сложно понять Столько я прочел очень много статей, информации в интернете Всевозможных отзывов и так далее В общем много информации И мне было достаточно Нелегко выбрать хостинг Но я выбрал Исходя из одного принципа Просто я знал Одного очень знаменитого И достаточно В моем На мой взгляд Опытного человека в этом вопросе И он просто дал рекомендацию Как выбрать хостинг И я выбрал На тот момент Определенный хостинг И меня он устраивал Вот и для этого я сделал это видео Чтобы и вы Кое-что знали о хостингах И в общих чертах могли выбрать Также я расскажу Как вам получить Хоть какие-то отзывы о хостинге В конце этого видео И по каким критериям его выбирать Давайте приступим сразу же Чтобы не тянуть время Я сейчас вам расскажу В общем Если вы начинающий вебмастер И еще У вас нет хостинга сайта Я вам расскажу Для чего Для начала вообще Для чего Нужен хостинг Собственно Вот перед нами Сейчас на экране Вы видите Сайт Mail.ru Здесь Мы видим Картинки Всевозможные Баннеры И так далее Ссылки Текст Это сайт Этот сайт Также Вот еще сайт Тоже с картинками Со всевозможной информацией Мы его видим В таком виде Опять же Картинки Тексты И так далее Значит Мы можем зайти На этот сайт В любое время суток То есть Какой-то компьютер Я буду говорить Простыми словами Чтобы вам было яснее Работает круглые сутки И держит эту информацию У себя Эти компьютеры Называются Сервера И вот эти сервера Круглые сутки Работают Для того Чтобы в любой Момент времени Вы могли Зайти на свой сайт Или Ваши посетители Вашего сайта И Получить Нужную ему информацию Как вы понимаете Все эти картинки Тексты И так далее Должны Как я уже сказал Храниться На компьютере По надобности Когда Кто-то ищет Ваш сайт Заходит на ваш сайт Должны ему Быть показаны Этому человеку Ну это так Немного Простыми словами Объясняю Ну то есть Чтобы вы понимали В общем Хостинг Это то место Где хранятся Файлы вашего сайта Вот так будет правильно Это Тексты Картинки И так далее В общем Вся структура Вашего сайта Хранится на хостинге У этого хостинг провайдера Сервера Свои Которые работают Круглые сутки Вы Платите Ежемесячную оплату Или там Сразу за год Можете заплатить В общем Это на ваше усмотрение И Ваш сайт Круглые сутки Работает И Любой человек Может на него зайти В общем Вот это Главная задача Хостинга Потому что Как вы понимаете Вы не можете Хранить свой сайт У себя на компьютере В принципе Это возможно Ну Там очень много нюансов И оно Я думаю Вам не нужно Вот для этого Существуют Вот эти Хостинг провайдеры Которые предоставляют Нам Место На их серверах Чтобы мы Там расположили Свои сайты И Они работали Круглые сутки В сети интернет По каким критериям Выбирать Хостинг Давайте Я закрою Эти сайты Они нам уже Не нужны И Перейдем На два Хостинга Почему Именно два Первый Таймвеб И Макхост Я объясню Все очень просто На самом деле Почему я именно Говорю о двух Хостингах Потому что Эти хостинги Мною проверены Я Не могу вам Рассказать О Десятке Хостингах Потому что Просто Я ими не пользовался Поэтому То что я буду Рассказать Это будет Нечестно Несерьезно Поэтому я говорю Только о тех Которые Пользовался Сам Которыми Вот Таймвебом Я Года Два Или три Пользовался И сейчас Перешел на Макхост Так уж Вышло Я не буду Я скажу Почему Позже Я перешел На Макхост Но Не буду Я говорить Что Таймвеб Плохой Хостинг Или еще Что-то Просто Для меня Лучше Пользоваться Макхостом Теперь Давайте Поговорим О критериях Значит Здесь Если вы Новичок Здесь Конечно Много Нюансов Если посмотреть Описание Тарифных Планов Здесь Всевозможные Характеристики Но Пока вы Новичок Я думаю Что Вам Не нужно Прямо Совсем С каждой Характеристикой Разбираться Тратить на это Время Это очень Утомляет Скажу Я вам Достаточно Для меня Было Для начала Понимать Вот эти Основные Характеристики И сейчас Я вам о них Расскажу Давайте Начнем Значит Дисковое Пространство На SSD На цифровых Носителях Это о чем Говорит Это говорит о том Что Там уже Не жесткие диски А SSD То есть Выдача Информации Ваших сайтов Производится Быстрее Потому что Если вы Знаете Не знаете SSD Диски Они Это цифровые Носители Поэтому Они быстрее Выдают информацию То есть Ваши сайты Будут работать Быстрее Чем работали На жестких Дисках Вот Это первое Дальше Идет Объем Видите Здесь Идет Тарифный План Здесь Их 5 И объем Здесь 2 гигабайта Дается Здесь 4 Здесь 6400 12 И так далее 20 Самый большой 20 гигабайт О чем Это нам Говорит То есть Я думаю Вы уже Поняли Что Вы можете Разместить Файлы Вашего Сайта Объемом До 2 гигабайт То есть Картинки Тексты И так далее В общем Все ваши сайты Информация Вашего сайта Может Занимать Не больше 2 гигабайт Также Здесь 4 6400 И так далее Вы понимаете Вот Это Первый Показатель То есть Вы должны Понимать Вы примерно Знаете Какой вы сайт Хотите сделать Что это будет Если это сайт Визитка То есть Там практически Информации Особой нет Там Одна страничка Какая-то Вот То вам Не нужно Там 20 гигабайт Вам 2 Вполне Хватит Это что касается Объемов То есть Объемы информации Сколько Вы можете Положить Дальше Количество сайтов Второй Пункт В первом 2 Во втором Варианте 5 10 20 30 Здесь Вы понимаете То есть Сколько Вы На Одном Вот Вы Закажете Один Тарифный План Свой И Сколько Вы Можете На Нем Иметь Сайтов Здесь Идет 2 Сайта 5 Сайтов 10 То есть Чтобы Вы Понимали Я Я Вначале Этого Не знал Если Вы Знаете Это Хорошо Но Я Вам Немножко Поставлю Акцент На Том Что На Одном Хостинге То есть Вы Заказали Хостинг Это Не Значит Что Только Один Сайт Будет Это Значит Что Вы Можете Разное Количество Сайтов Держать 2 5 10 20 30 Вот Это Чтобы Вы Понимали Дальше FTP Пользователи Ну Здесь Тоже 2 5 В принципе Тот же Показатель Базы MySQL Эти Базы Нужны Если Вы Пользуетесь Движком WordPress Joomla И так Далее Вам Ну В данном Случае Я думаю Для Новичков Я Полагаю Что Наверняка Вы Хотите Пользоваться Каким То Движком Joomla Или WordPress Например Вот Для Этих Движков Обязательно Нужны Эти Базы MySQL Значит Здесь Видите Первом Тарифном Плане Две Базы Можете Иметь Ну Они Видите Здесь Две Базы Два Сайта Вот То есть На Каждый Сайт Одна База Данных Может Быть Здесь Также По Пять Вот А Здесь Уже Дальше Более Дорогие Тарифные Планы Здесь Неограниченное Количество Баз Данных То есть Сайтов Может Быть У вас Тридцать А Баз Данных Вы Сколько Угодно Можете Делать Но Это Если Вы Продвинутый Пользователь Тогда Я Думаю Это Для Вас Имеет Значение Дальше Стоимость В Месяц Ну Видите Стоимость Здесь Первый Тарифный План 120 Рублей 175 265 И так Далее То есть Чем Больше Возможности Вы Получаете На Хостинге Больше Сайтов Больше Баз Больше Объем Информации Тем Дороже Цена Видите Вот Таким Образом Она Возрастает То есть Прежде Чем Выбирать Хостинг Вы Должны Знать Что Сколько Сайтов Будет Что Какую Примерную Информацию Вы Хотите На Сайте Давать Людям И так Далее Дальше Здесь Идет Стоимость В Год В Рублях Она Здесь 1300 1600 И экономия При оплате За год Ну То Если Вы Заплатите Сразу За Первый Тарифный План 1300 То Вы Сэкономите 140 Рублей Вот Таким Образом Вот Так Примерно Вы Можете По Этим Критериям Мне Кажется Для Новичка Вполне Достаточно Чтобы Понимать Что Подойдет Какой Нам Тарифный План Выбрать И Подойдет Он Нам Или Нет Теперь Давайте Немножко Поговорим О цене И Немного Сравним Разницу Между Хостингами Я Опять же Не Хочу Ничего Наговаривать На Таймвеб Я Сам Им Очень Долго Пользовался Ничего В принципе Плохого Не могу О нем Сказать Но Должен Вам Все-таки Показать И Макхост На котором Я сейчас Которым Я пользуюсь Посмотрите Что Есть На Макхосте Опять же Тарифы Здесь Всего Три Если Там 5 То Здесь Всего Три Тарифа И Давайте Посмотрим Дисковое Пространство Стартовый 1 Гигабайт Профи 5 Гигабайт Корпоратив 10 Мы Можем Сравнить Здесь Здесь 2 4 И 6 Ну Вот Таким Образом Посмотрим Давайте Сразу Перейдем Количество Сайтов Здесь 3 10 Сайтов 25 Сайтов Базы 3 10 25 Тоже Так Можно Взглянуть Стоимость Месяц 109 Рублей 179 Рублей 299 Рублей Но Интересный Момент Я думаю Вам Это будет Интересно В моем Случае У меня В сети Работает Несколько Сайтов Поэтому Мне Понадобилось Выбрать Профи Для того Чтобы больше Сайтов Моих Работало В сети Посмотрите Цена Стоимость В месяц 179 Рублей Давайте Вернемся Сюда Это Примерно Optima По цене Потому что Здесь 175 Рублей В месяц И Здесь Объем 4 Гигабайта Здесь Объем 5 Гигабайт Здесь 5 Сайтов Здесь 10 Сайтов Понимаете Тенденцию Разница 4 Рубля 4 Здесь Дороже На 4 Рубля 175 179 А сайтов Там 5 Здесь 10 Понимаете Вот Это Один из Критериев Из-за Которых Я Перешел Собственно На Макхост Но Опять же Может быть Вам Это Не понадобится Вы Вполне Можете Таймвембом Пользоваться Если захотите Конечно Выбор За вами Мое Дело Вам Рассказать Дальше Давайте Глянем Старт Для Начала Может быть Вам и Старт Подойдет Здесь 109 Рублей Здесь 120 Да Все-таки Подороже Но Здесь 2 Гигабайта Дается Видите Здесь Немножко Больше Объем Информации Здесь 1 Гигабайт То есть По Этим Данным Вы Можете Приблизительно Выбрать Для себя Что Вы Хотите Вот Если На 179 Вот Здесь Стоимость В год 1891 Рубль Экономия При Оплате 257 Рублей Вот Собственно Такая Разница Также Виртуальный Хостинг Макхост И Существует На нем Еще такой Тариф Конструктор Вот Смотрите Здесь В одном Предложении В принципе Понятен Конструктор Позволяет Выбирать Необходимое Количество Сайтов И Баз Данных А также Требуемый Размер Дискового Пространства То есть Конструктор Само Слово Говорит За себя Вы Можете Выбрать Не Конкретный Тарифный План А можете Подобрать Для себя Допустим Вам Нужно Иметь Только Один Сайт Один Но Объем Вы хотите Большой Какой-то Сайт Сделать Будет У вас Много Информации А объем Вам Нужен Не Один Гигабайт А Десять Вот Вы можете Воспользоваться Конструктором Собственно И Выбрать Что Один Сайт Вы будете Платить Как за Один Сайт Но За дисковое Пространство Будете Платить Дополнительно Давайте Сейчас Перейдем Посмотрим На Расценки Этих Услух Дисковое Пространство 0,1 Рублей За 1 Мегабайт В месяц Так Размер Размеры Одного Сайта Ой Размещение Прошу прощения Размещение Одного Сайта 29 Рублей В месяц За один Сайт Вы будете Платить База данных 14 Рублей В месяц И выделенный IP Можно Взять 150 Рублей В месяц Ну вот Примерно Такие Цены То есть Вы можете Собрать Для себя То что Вам Нужно Какой Вы хотите Конструктор Допустим Вам не Надо Опять же 10 Сайтов Вам Достаточно И одного И вы Не хотите Платить За 10 Но Дисковое Пространство Вам нужно Больше Чем 5 Гигабайт Допустим Вот Таким Образом Вы Можете Собрать Свой Тарифный План Это Достаточно Удобно И Вы Вполне Можете Воспользоваться Так же Если Вдруг Вы Что-то Выбрали Вам Потом Это Не Понравилось Вы В любой Момент Можете Перейти На Какой-то Существующий Тарифный План Это На мой Взгляд Очень Удобно И Хорошо По ценам Мы С вами Рассмотрели Насчет Есть Еще Пробный Период Вы Можете Протестировать Хостинг В течение Как это Можно Сделать Вам Нужно Заказать Тариф Хостинга Заполнить Регистрацию И так далее В общем Перенести Свой Домен И Затем В панели Управления Нажать На кнопку Активировать Тестовый Период После чего Вам Будет Дано 10 дней Для того Чтобы Вы могли Протестировать Хостинг Если Он Вам Не Понравится Вы Можете Перейти На Другой Это Бесплатно У вас Тестовый Период Хостинге Таймв По моему Та же Самая История Да Воспользуйтесь Бесплатным Десятидневным Тестированием Нашего Мощного Хостинга И убедитесь В его Качестве Здесь В принципе Так же Что Я Еще Могу Вам Сказать По этому Поводу Собственно Критерии Я думаю Вы поняли Здесь Ничего Сложного Нет Вы можете Вполне Если Вы Новичок Ориентироваться Для начала По Этим Критериям Дальше По цене Вы так же Поняли Если же Вас Вы Знаете Определенно Сколько Будет Сайтов Сколько Вам Мест Нужно Вы Можете На Макхосте Воспользоваться Конструктором И теперь Давайте Я вам Расскажу Как Получить Какую-то Информацию О хостинге Ну Допустим Вы Меня Первый раз Слышите Откуда Вы Знаете Может Я Не Пользовался Этими Хостингами Никогда И просто Вам Басни Тут Рассказываю Есть Такой Способ Он Простой Конечно Он Не Гарантирует 100% Достоверной Информации Но Я им Пользуюсь В принципе Иногда Бывает Очень Полезно Все Очень Просто Вот Вы Хотите Допустим Узнать О хостинге Таймвеб В поиске Просто Введите Отзывы Таймвеб Я даже Просто Русскими буквами Пишу Полностью Не ввожу И вот Гляньте Здесь Есть Отзывы Если мы Перейдем Сейчас Мы посмотрим Вот Хостинг Видите Есть Такой Даже Хостинг Обзор Специальный Сайт И здесь Люди Пишут Свои Отзывы Вы Можете Посмотреть И узнать Немного Об этом Хостинге Конечно Сто процентной Достоверности Этот метод Не дает Но Тем не менее Бывает Очень полезный Скажем так Если я бы Ввел Отзывы О таймвебе Допустим И везде Мне писалось Что Плохой Хостинг Плохая Служба Поддержки И так далее Наверное Я бы им не воспользовался Но Бывает Такое Что у меня Неоднократно Было Я Задавал Вопрос Отзывы О том Или ином Сервисе И там Были Ну примерно 50 на 50 Одни Пишут Хороший Сервис Другие Пишут Полное В общем Нехороший Сервис Поэтому Конечно Бывает Сложно В этих Отзывах Разобраться Ну В общих Чертах Хоть какую-то Информацию Вы можете Получить Также Тут Видите Разные Есть Сайты На которых Вы можете Отзывы Смотреть Вам дается Вы можете Сравнить Сайты Ну Приблизительно Хоть что-то Получить Какую-то Информацию Конечно Если на всех На большинстве Сайтов Пишут Что Тот или иной Сервис Плохой Ну Я думаю Тогда Стоит Все-таки Наверное Еще Поискать Также Можно Магхост Сервис Вот здесь Отзывы Давайте Посмотрим И здесь Вот видите Пошли Преимущества Недостатки Вот видите Здесь тоже Да Вот Наглядный Пример Две Колонки Но Все-таки Видите Положительных Больше Вот даже Если визуально Глянуть Вот положительные Слева идут Справа Отрицательные Отзывы Все-таки Положительных Больше Вот Такая Статистика В общем Вы можете Почитать Здесь Вот таким Вот образом Вы можете Что-то Узнать О хостинге Вот Ну А что Лично Я могу Вам сказать Почему Я Как я Говорил Перешел На Магхост Во-первых Конечно же Количество Сайтов Мне понадобилось Побольше Во-вторых Мне что Понравилось На этом Хостинге Я когда Его Тестировал Первый Тестовый Десятидневный Вот этот Срок Произошло Что У меня На Другом Хостинге В тот Момент Произошло Так Взломали Блог То есть Занесли СМС Вирус Если Вам На компьютерах Мой Блог Был Виден Все В порядке Ничего Никакой Разницы Ну Никаких изменений Видно Не было Но Если Я заходил С андроида С планшета Или же Со смартфона Мой Сайт Делал Переадресацию Совсем На другую Страницу На закачку Вируса Мне Это Очень Конечно Не Понравилось Вот Ну Собственно Там Моя Вина Была Нужно Было Блог Наверное Защищать Все Таки Защиту Ставить Посерьезнее Но Сейчас Разговор Не об Этом Когда Я Пользовался Начал Пользоваться Макхостом Что произошло Входя Если вы знаете Что это В панель управления Своего Движка WordPress Макхост Меня не впустил В админ панель И написал Сообщение Что Из-за Частых Взломов Движка WordPress Мы Защитили Вашу Админку И сделали Ну там Определенные Нужно Сделать Действия Чтобы защитить То есть Админка Если Ее адрес Был один И все Знают Этот адрес WordPress Login .php Ну допустим Если вы знаете Хорошо Если нет То Узнаете Если будете Пользоваться WordPress Вот А Макхост Сделал Специальный Плагин Или он Или они сделали Или он Был плагин Не важно Суть в том Что они дали Его использовать Защитили Админку После чего Я сделал И изменил Вход В админ Панель Но это Своего рода Защита Чтобы Любой Каждый Человек В принципе Кто этим Занимается Он знает Этот адрес А теперь Вход В мою админку Защищен Мы 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 Не будем Говорить О Уровнях Защиты Конечно Но Тем не менее Хоть Небольшая Защита Но Есть Опять же Это Сделал Макхост То есть Они Достаточно Неплохо На мой взгляд Относятся К клиентам И Стараются Помочь Вот В этом смысле Мне Макхост Нравится И сейчас Я пользуюсь Им Но Опять же Это Не то чтобы Реклама Это Я просто Рассказываю Как было В моем случае Чтобы вы знали Выбирать вам Вы можете Любой хостинг Выбрать Я лишь Рассказал вам По каким критериям Выбираю сам Хостинг Дальше Выбирать вам Ссылки На эти хостинги Если вы не хотите Их искать Будут на блоге Если вы на канале Ютуб Перейдите На страницу блога И там будут ссылки На эти хостинги Желаю вам успехов Надеюсь Вам все Было понятно Вы выберите Нужный вам хостинг Хороший хостинг Качественный И все будет хорошо Ваши сайты Будут работать Желаю вам успехов До новых встреч